Улица Дальнего Востока – одно из ключевых событий культурной программы ВЭВ-2022. На ней представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности все регионы Дальнего Востока. В этом году выставка проходит под слоганом «А что ты сделал для технологической победы России?». Чем вас удивила улица Дальнего Востока? Я танцевала, я пела, я участие принимала очень активно, мне это очень понравилось. То есть я раскрепостилась настолько, как в детстве, как в молодости. А какой из павильонов больше всего впечатлил? Якутия. Ну они такие колоритные, красивые люди, мне даже захотелось стать якуткой. Много очень всего интересного, очень необычно все сделано. Конечно, молодцы ребята, знакомятся со своими регионами, Амурская, Забайкальская область. В общем, очень все классно, круто. Какой павильон из всех больше всего понравился? Буряки. Очень красивые девочки, мальчики танцуют, поют. Очень нарядный павильон. И еще Камчатка, там большое панорамное кино, ну просто дух захватывает. Как будто побывала на Камчатке. В экспозициях дальневосточных регионов предусмотрено много стационарных и интерактивных, анимированных фотозон, арт-объектов, мастер-классов и выставок. А некоторые регионы, такие как Республика Бурятия, впечатлили гостей своими яркими национальными танцами и песнями. А вот, например, Камчатский край расскажет не только о технологиях и промышленности, но и о природе и туризме. Павильон представлен в виде вулкана. Также многих гостей сильно впечатлила интерактивная яранга, благодаря которой послушать песни и окунуться в историю Камчатки стало еще реальнее. Вот, вы можете ознакомиться. Она внутри сделана из всех настоящих материалов, которые использовали коренные народы. Это здесь шкуры, рога, все здесь настоящее. И на металлическую специальную сетку проецируется изображение людей, которые рассказывают о культуре, быте своего народа. Одной из ключевых зон у нас мы решили показать развитие нашего Петропавловска городского округа. Это мастер-план Петропавловска, который получил на сегодняшний день высокую оценку от Юрия Петровича Трутнева. Главная тема павильона Сахалинской области в 2022 году – ее 75-летие. Внутри помещения разделили на 6 зон. Инвестиционные проекты, углеродная нейтральность, нефтегазовая отрасль, умный город, социально-экономическое развитие и национальные проекты. Здесь представлены работы мастеров трех поколений. Вот то платье зеленое сделала бабушка. Этот кафтан изготовила уже ее дочь. А вот эта чудесная композиция, которая называется «Собаки», резьба по дереву и сделана из липы, уже вырезал непосредственно, получается, что в ног. Также изюминкой стали фигуры морских обитателей островов – косаток, кита и сивучий, а также черный магнитный песок с острова Итуруп. Это прям специально с острова Итуруп мы везли до Владивостока, через Соколенск. И Пемза тоже с острова Итуруп. То есть мы привезли частичку своей родины. Приморский край в этом году посвятил свой павильон тиграм. Викторины, детские сказки в наушниках и даже скульптура – все тигриной тематики. Павильон разделен на пять тематических зон. Главными идеями стали импортозамещение и технологические разработки. Например, развитию стартапов и инновационно-технологического предпринимательства посвящена интерактивная картотека. Там покажут действующие предприятия и сервисы региона, демонстрирующие свои достижения. Чем вас удивила улица Дальнего Востока? Ой, очень много чем. Очень классные интерактивные стенды, очень много людей. Все такие позитивные, радостные. Прям такая классная атмосфера. Мне понравилось обширие то, что показаны макеты каждого города. Очень интересно за этим наблюдать. Каждую мелочь – это очень красиво. Это прям восхищает. Какой из павильона больше всего понравился? Приморский край. Почему? Чем? Очень красочно, ярко, все показано. Это прям вызывает эмоции яркие. Красота такая. Мы вот идем и обсуждаем это. Не рады. Такой красоты. Мы рядом живем. Мы не знали, что у нас возле Владивостока есть такая красота. Ну и павильоны замечательные. Как вам больше всего понравилось? Камчатка понравилась. Очень понравилась. Камчатка, Сахалин, Чукотка. Очень такие сувениры, танцы красивые. Представлено очень много крутых, классных регионов. Посмотреть на развитие этих регионов. И вообще очень круто все представлено в технологическом формате. А какой больше всего впечатлил? Сахалинская область впечатлила, как она будет дальше развиваться. Это очень круто. Остальные регионы также постарались представить на выставке свои наиболее успешные проекты и наиболее развитые отрасли. Так, павильон Магаданской области представлен в золотом исполнении, так как он занимает лидирующие места по добыче рассыпного золота и серебра. Рядом расположилась культура железного мамонта высотой в 3 метра. А Якутия представила на улице Дальнего Востока прорывные инвестиционные проекты в области государственно-частного партнерства. Для жителей Приморья улица Дальнего Востока будет открыта до 11 сентября. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.